Приветствую вас! Думаю, что каждый эксперт даст свое определение любви, и вам нужно будет просто понять, что каждый любовь понимает по-своему, а для каждого любовь это что-то свое. Понимаете, с точки зрения психологии, если вы представляете свою жизнь без своего мужа, и при этом вы с ним не ссоритесь, при этом у вас с ним все хорошо, нет конфликтов, нет проблем, нет разногласий таких серьезных, то это означает, что вы от человека независимы. То есть вы легко можете представить свою жизнь без него. Для вас это такая независимость, так она для вас проявляется. И говорить о том, что это обязательно плохо, или это означает, что нет никакой любви, я бы не знал. Скорее это говорить о том, что вы человек очень самостоятельный, такой, знаете, личностно ориентированный, да, который понимает, что вот есть что-то общее с мужем, а есть что-то общее, есть что-то только ваше. То есть это именно показательно независимо. Потому что если бы вы свою жизнь представить без мужа не могли бы, то наверное это говорило бы о том, что у мужчины появилось бы возможности для того, чтобы вами манипулировать. А раз так, то возможности манипулировать нет, все основания для равноправных отношений есть. И дело здесь даже не столько в зрелой любви, потому что зрелая любовь это скорее готовность отпустить человека. Знаете, готовность отпустить человека при всем уважении это не то, это не одно и то же, что и представить жизнь без него. То есть если любовь зрелая, то человека готов отпустить. Но как без него жить, это вопрос уже другой. А если вы именно можете представить свою жизнь без человека, значит вы от него независимы. По крайней мере это то, что можно сказать с точки зрения психологии. Дальше, значит, как понять, что есть любовь к мужу? Ну, здесь можно ответить довольно условно, потому что, если я вам говорю, каждый любовь понимает по-своему. А я думаю, что на то, что у вас она есть к мужу, указывает принятие его таким, какой он есть. То есть нежелание его менять, значит, принятие всех его недостатков и желание делать его счастливым, желание делать что-то для него совершенно, безусловно, но при этом не жертвовать собой. То есть если вы готовы для мужчины делать все, что в ваших силах, но при этом не во вред себе, и при этом не требуя ничего взамен, то это и есть, пожалуй, любовь. Далее, вы пишете о том, что вы постоянно об этом задумываетесь. Понимаете как? В том, что вы постоянно об этом задумываетесь, вот именно в самом факте, опять же, плохого нет ничего. Другое дело, в каком контексте вы об этом задумываетесь. Понимаете, если вы задумываетесь и думаете о том, что без мужчины вам было бы лучше, то тогда действительно мы будем с вами вынеброшить. Либо вы к нему привыкли, либо вы считаете, что он никуда не денет, если что можно уже так-то подняться над вашими отношениями и какую-то жесть своей жизни вести уже параллельно с вашим совместным бытом. А если же вы задумываетесь просто в свободное время и думаете, что как бы вы жили без своего мужа, например, то это нормально, потому что, ну, человек мыслит, мысли у него текут постоянно и это нормально, что можно представить себе свою жизнь без другого человека, а в одиночестве. То есть ничего в этом такого ненормального нет. Понимаете, если я понял, ключевой ваш вопрос заключается в том, нормально ли это, что вы представляете свою жизнь без мужа, то есть что это означает. Я думаю, что важный контекст. Если вы отключенно, нейтрально это делаете, то нормально. Если вы чувствуете, что вы как бы видите привлекательность в том, чтобы жить без него, значит любви нет и вас к нему не тянут. И вы действительно можем не дорожите. Но даже в этом случае нельзя говорить, что вы прямым человеком не дорожите. Быть может, вы дорожите им как мужчиной, как другом, там, может быть, как человеком, но какие-то аспекты непосредственно как супругам, например, да, вы им не дорожите. И в этом, опять-таки, нет ничего плохого. Это нормально. Вообще, знаете как? Нет ничего ненормального в том, что касается личной жизни двух людей. Понимаете? По сути дела нет никакой нормы. Норма, нарушение нормы, это психические заболевания. Это да, это отклонение от нормы. Отклонение от нормы, это когда один человек вредит другому. Это точно не плохо. Все остальное, это совершенно нормально. Если представляете свою жизнь без своего мужа, это нормально. Если у вас контекст положительный, то есть вы чувствуете, что вам было бы для него лучше, значит, это негативный контекст для ваших отношений. В чем-то они вас ограничивают. И, опять же, это не значит, что вам нужно с мужем разводиться, это значит, что у вас нет любви. Просто, быть может, вы что-то недополучаете со своим мужем, и это нужно дополучить, чтобы не представлять себе свою жизнь без него. Ну, а если вы прямо чувствуете, что все аспекты вашей жизни были бы лучше без него, тогда да, это не ваш человек. Но и в этом нет ничего другого, это нужно воспринимать спокойно, не подавлять в себе, а наоборот позволять этому быть и, как бы, корректировать свое поведение, исходя из этого. Потому что, если вы не будете делать так, то вы будете несчастны, а если будете несчастны вы, то он будет несчастным и ваш муж. И в итоге, ничего хорошего из этого не получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.